Для создания электрического тока в любой электрической цепи требуется источник электрической энергии. Если источник электрической энергии создает во внешней цепи напряжение, разность потенциалов, не зависящую от протекающего тока и его направления, то такой источник называется идеальным источником ЭДС или идеальным источником напряжения. На схемах замещения он изображается вот в виде такого кружка со стрелкой, показывающей направление возрастания потенциала в этом источнике. Если можно создать источник энергии, у которого ток во внешней цепи не зависит от напряжения этой цепи, то такой источник, соответственно, будет обладать вольтамперной характеристикой в виде вертикальной прямой линии, вот как показано на этом слайде, линии 2. И он будет называться идеальный источник тока. Соответственно, его изображение на схемах замещения, это кружок, внутри которого такой разорванной стрелкой показано направление протекания этого самого тока, который он создает. Исходя из вот тех знаний, которые мы получили по вольтамперным характеристикам, можно сказать, что у идеального источника ЭДС внутреннее сопротивление равно нулю, поскольку тангенс угла наклона вольтамперной характеристики равен нулю, а у внутреннее сопротивление идеального источника тока равно бесконечности, так как тангенс угла наклона в 90 градусов равен бесконечности. Реально такие источники с бесконечным продолжением этих линий в обе стороны не существуют. Технически их создать невозможно, но можно создать источник, который обладает свойствами идеального источника ЭДС на каком-то отдельном участке, вот как показано линией 3. А после достижения какого-то значения тока максимального, он преобразуется и обладает характеристикой, соответствующей идеальному источнику тока. Такими характеристиками обладают, в частности, все реальные стабилизированные источники питания, скажем, электронных устройств. Реальный источник электрической энергии обладает наклонной вольтамперной характеристикой. Эта вольтамперная характеристика называется также внешней характеристикой. Чисто геометрически такая прямая линия имеет две точки пересечения А и В. Одна точка соответствует режиму, когда ток равен нулю, вторая, когда напряжение ЭДС равна нулю. Эти две точки соответствуют режиму, когда точка А соответствует нулевому току, то есть когда внешняя цепь разомкнута, эта точка соответствует режиму холостого хода, называется этот режим холостым ходом, а точка В соответствует состоянию цепи, когда сопротивление резистивного элемента соответствующего нагрузки равно нулю. И такой режим называется режимом короткого замыкания. Между этими двумя точками располагаются все возможные режимы работы этого источника, и эта характеристика может быть описана вот таким вот простеньким уравнением, где напряжение на внешней части цепи, то есть напряжение в нагрузке, соответствует ЭДС источника за высчетом падения напряжения на его внутреннем сопротивлении. Внутреннее сопротивление соответствует, естественно, углу наклона этой характеристики по отношению к оси токов. Очевидно, что кроме этого уравнения, то есть которое представляет собой в правой части разность между ЭДС и падением напряжения, мы можем также эту характеристику описать через линию, проходящую через точку короткого замыкания, и разность между точками реальной характеристики этой линии. Такое описание характеристики соответствует источнику, представленному через идеальный источник тока и параллельно включенная проводимость. Соотношение между ЭДС источника и его внутренним сопротивлением, и током источника, и его внутренней проводимостью для этих двух реальных источников, эквивалентных источников, определяется вот такими простыми соотношениями, где ток эквивалентного источника равен ЭДС источника, деленному на внутреннее сопротивление, а ЭДС эквивалентного источника, если его представлять через источник с источником тока, будет равна току источника, деленному на проводимость, внутреннюю проводимость источника. Соответственно, проводимость и сопротивление внутреннее являются взаимно обратными величинами. Поэтому, соответственно, вот эти источники можно в зависимости от условий моделирования, расчета или еще по каким-то другим соображениям представлять либо в этой, либо в этой форме. И по отношению к нагрузке эти схемы будут совершенно эквивалентны. С точки зрения самого источника эти схемы совершенно разные, потому что ток холостого хода в источнике с ЭДС соответствует нулевой рассеиваемой мощности внутри источника, а режим холостого хода с источником тока соответствует энергии, рассеиваемой на внутреннем сопротивлении. В то же время в режиме короткого замыкания с источником ЭДС будет рассеивать мощность, соответствующую внутреннему сопротивлению этого источника, а источник с внутренним источником тока будет в режиме короткого замыкания рассеивать нулевую мощность. Значит, с точки зрения самих источников это не равноценные, не эквивалентные схемы, а с точки зрения внешней цепи они абсолютно эквивалентны. Если воспользоваться уравнением источника, представленному через ЭДС и внутреннее сопротивление Можно найти мощности, которые рассеиваются на нагрузке и на внутреннем сопротивлении источника А также мощность, которая поставляется в электрическую цепь этим источником Это выражение, для этого достаточно просто правую и левую часть умножить на величину тока С левого мы получим мощность нагрузки, это будет мощность, поставляемая источником ЭДС А это будет мощность, рассеиваемая на внутреннем сопротивлении Иначе мощность нагрузки можно представить через произведение квадрата тока в нагрузке на ее сопротивление И тогда, выразив ток нагрузки через ЭДС и сопротивление, мы можем заметить, что Эта мощность при сопротивлении нагрузки равном нулю и при сопротивлении нагрузки равном бесконечности обращается в нуль А между ними существует максимум И этот максимум мы можем найти, и он будет соответствовать току, равному половине тока короткого замыкания Он будет находиться строго посередине между точками холостого хода и точкой короткого замыкания При этом это максимальное значение, которое будет развивать источник нас В случае, если его внутреннее сопротивление равно нулю, будет равно бесконечности Что очевидно невозможно И отсюда непосредственно следует, что идеальный источник, то есть источник с внутренним сопротивлением равным нулю Равно как и источник с внутренним сопротивлением равным бесконечности То есть идеальные источники технически нереализуемы, то есть они невозможны. При этом КПД, КПД, коэффициент полезного действия у нас, опять-таки, если мы представим его как отношение мощности, рассеиваемой в нагрузке, к суммарной мощности нагрузки и источника, будет представлять собой линейную функцию, которая имеет при максимальной мощности, имеет значение равное 0,5. То есть коэффициент полезного действия равен 50%. Это очень нехорошо, и, соответственно, поэтому реальные устройства в таком режиме, как правило, не используются, несмотря на то, что при этом источник отдает максимальную мощность, на которую он способен. Но режим, при котором у нас реализуется эта максимальная мощность, он называется согласованным режимом, И он используется тогда, когда очень важно действительно получить максимум мощности в нагрузке. Это используется такой режим с низким коэффициентом полезного действия, в общем, 50%. Он используется в различных радиотехнических устройствах довольно широко. В других установках, в электроэнергетических установках, всегда рабочую точку выбирают таким образом, чтобы коэффициент полезного действия был выше, то есть всегда работают в режиме рассогласования при токах нагрузки, значительно меньших, чем ток в режиме максимальной мощности. Ну вот, влияние параметров цепи на режим работы мы можем проследить вот на этой модели. Вот, если у нас внутреннее сопротивление источника и нагрузки одинаковы, так то мы работаем в точке максимальной мощности в согласованном режиме. Если же мы сопротивление нагрузки уменьшаем, то, как бы сказать, у нас снижается КПД, снижается коэффициент, и это, в общем-то, нерабочий участок. Повышение сопротивления нагрузки приводит к тому, что у нас возрастает напряжение на ней, но снижается мощность, отдаваемая источником нагрузку. Тем не менее, в этом режиме у нас коэффициент полезного действия гораздо выше, чем 0,5, и вот в силовых электроустановках используется именно такой режим. Тут надо заметить, что этот режим определяется только соотношением, только соотношением сопротивлений, внутреннего сопротивления источника и нагрузки, и никоим образом не связан с величиной ЭДС. Вот видите, мы меняем величину ЭДС, от этого эта точка, она, так сказать, вся эта диаграмма, она пропорционально изменяется по масштабу, но рабочая точка остается в той же части внешней характеристики, в которой она была. Ну, в частности, вот у нас согласованный режим, например, и видите, изменение ЭДС никаким образом не выводит нашу систему из режима согласования. Важнейшая задача, которая возникает практически всегда во всех реальных устройствах, это задача определения внутренних параметров источника электрической энергии, то есть его электродвижущей силы и внутреннего сопротивления. Ну, чисто геометрическая задача очень простая, то есть, поскольку внешняя характеристика источника — это прямая линия, значит, достаточно знать координаты двух точек, чтобы найти угол ее наклона, то есть внутреннее сопротивление, и точку пересечения с одной из осей, то есть либо ЭДС источника, либо ток эквивалентного источника тока. Значит, если мы создаем два режима, вот с одним сопротивлением нагрузки и с другим, измеряем токи и напряжение в этих точках, то сопротивление определяется как отношение разности напряжений к разности токов, а ЭДС — по одному из уравнений, куда мы подставляем уже известное внутреннее сопротивление. Если источник допускает режим холостого хода, значит, нам достаточно только одной нагрузки, поскольку в режиме холостого хода мы сразу, измеряя напряжение на выходе источника, получаем значение ЭДС, и тогда внутреннее сопротивление мы можем измерить просто по одной единственной точке. Такая же картина будет у нас, если мы можем создать режим короткого замыкания. Ток короткого замыкания, значит, и параметры тока и сопротивления при любой нагрузке позволяют определить внутреннее сопротивление и ЭДС по тем же самым уравнениям, по которым это делается по двум точкам. Ну и, наконец, последний способ. Если мы располагаем каким-то метрологически правильным, точным сопротивлением, переменным, мы можем, измерив напряжение в режиме холостого хода, затем подключить это сопротивление и добиться такого состояния, что напряжение на выходе источника будет составлять ровно половину напряжения холостого хода. При этом ток будет равен половине тока короткого замыкания. Ну и это будет согласованный режим, который позволяет нам сразу по показаниям вот этого известного магазина сопротивлений определить внутреннее сопротивление источника.